Прямое кредитование от инвестора к заемщику является самым быстро растущим сегментом финансового рынка. А банковский кризис многих стран подтолкнул эту отрасль к невероятному росту. В некоторых странах ежегодный прирост этого рынка составляет более 200% в год. По данным многих аналитиков, инвестирование в этот сегмент является наиболее прибыльным и безопасным видом вложения собственных средств. На рынке появляется все больше платформ, которые предоставляют такие услуги. Одной из них является популярная инвестиционная платформа Кэшбери. Это интернет-платформа, где люди зарабатывают, выдавая займы. Чтобы начать зарабатывать, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать тариф и создать инвестицию. Далее система автоматически распределит ее на выдачу займов таким образом, что выдаст не более 5% от суммы вашей инвестиции на один займ. И вы становитесь владельцем инвестиционного портфеля со множеством займов. Заемщик возвращает деньги удобными способами, а доход пропорционально распределяется между инвесторами, вошедшими в займ. На платформе Кэшбери есть возможность инвестирования в такие сегменты, как микрозаймы частным лицам, кредитование малого и среднего бизнеса, а также финансирование под залог имущества. Доходность составляет от 132 до 400% годовых в зависимости от выбранного тарифного плана. Вы сами определяете желаемую доходность, срок и сумму инвестирования. Наша команда – это профессионалы с многолетним опытом работы в сфере финансов. Мы умеем работать и любим наш труд. Наша миссия – сделать так, чтобы как можно больше людей зарабатывало с нами, чтобы инвестиции стали для всех, а не только для избранных. Мы верим, что только вместе можно добиться всего, о чем мечтаешь. Кэшбери. С нами просто и прибыльно. 45-й президент США Дональд Трамп и его супруга Миланья попросили у музея Соломона Гугенхейма картину Ван Гога «Пейзаж со снегом» в аренду для своих покоев. Работники галереи не только отказались одолжить шедевр Белому дому, но и посоветовали лидеру штата в другой экспонат. Золотой унитаз «Америка». Кстати, функционирующий. Богатая наследница и светская львица Пэрис Хилтон расщедрилась в ночном клубе Нью-Йорка и оставила чаевые 47 тысяч долларов. В России этого хватило бы на покупку двухкомнатной квартиры. Ким Бэйсинджер купила целый город Браслтон в штате Джорджия и основала там музей имени себя. Джон Траволта в детстве мечтал быть пилотом, поэтому превратил свое поместье в аэродром, а дом – в терминал аэропорта. Зарплата парикмахера-певицы Рианы – 65 тысяч долларов. 4 миллиона в переводе на рубли. А лидер рок-группы Юту Бона покупает билет в первый класс не только себе, но и своей шляпе. Девятилетняя малышка Лил Тай из Канады высмеивает людей, которые беднее ее. Она обзывает завистников последними словами и бросает деньги на ветер. Грязнули. Знаете, что Лил Тай сейчас одета в бренды с головы до ног? В своих видео Лил Тай демонстрирует брендовую одежду, роскошные дома и автомобили класса люкс. Эй, знаете, что Лил Тай сейчас купила новую машину? Она стоила мне 130 тысяч долларов в шапке. Вы можете меня ненавидеть, но я все равно буду богатой. Я самая молодая богачка своего века, и мне всего 9 лет. Откуда все это у канадской школьницы? Куда смотрят родители? И почему детские понты обернулись недетским скандалом? Богатые и знаменитые хвастаются роскошью в соцсетях, царят деньгами и выворачивают наизнанку личную жизнь. Зачем Билл Гейтс инвестирует в фекалии? Неужели это теперь золотая жила? Никто не знает, как использовать экскременты. Мы попросили своих инженеров найти решение этой проблемы. Ценники с восьмью нулями. Эти товары стоят дороже золота. Чем не станут хвастаться даже самые тщеславные богачи? И чего они боятся? Весь корпус отделан крестования Сваровских. Сколько тратят в месяц жены олигархов? От 5 до 10 миллионов рублей в месяц стоит, может, качественная жизнь. Какой размер должен быть у настоящего миллиардера? Богатые и знаменитые ревнуются в длине, у кого длиннее. На каких самолетах летают небожители? Ага, яхта, ты же не везде проедешь. Ведь море заканчивается. Как выкинуть 100 миллионов на помойку и не сойти с ума? Это безалаберность несобранность самого человека. Арабский шейх заплатил за всех в торговом центре. Чем обернулся аттракцион невиданной щедрости? Зачем верблюдам колют ботокс? И шокирующие дорогие игрушки американских генералов. Российский ответ. Дешево и сюрдито. Старичок за 80 миллионов. Зачем Пентагон выбрасывает деньги на оружие, которое давно устарело? Государства тоже не отличаются от людей. Людям нужны цацки и внешние атрибуты. Сколько стоит современная пушка и кто за это платит? Проклятие золотого тельца. Кого деньги свели с ума? Прямо сейчас в засекреченных списках. Выбрасывать деньги на ветер могут не только толстосумы, но и целые страны. В этом году мировые расходы на оружие бьют рекорды. Триллион шестьсот семьдесят миллиардов долларов. Государства меряются военными бюджетами. Больше всех тратят американцы. Почти семьсот миллиардов. Следом стоит Китай. Около двухсот миллиардов. Бронза у Саудовской Аравии. На танки, ракеты и самолеты королевство выделяет девяносто миллиардов долларов. На седьмом месте засекреченных списков – самое дорогое оружие в мире. Ф-35 в Пентагоне называют гордостью Америки. Конструкторы задумались сделать из истребителя-бомбардировщика пятого поколения самолет-невидимку. Стоимость – более ста миллионов долларов. Единственное государство, которое использовало этот борт в настоящем бою – Израиль. ВВС этой страны несколько раз бомбили сирийские военные объекты. Тут и выяснилось – Ф-35 не такой уж и невидимый. Сирийцы успели ответить, в том числе и двухсотым комплексом. Обстреляли вот эти Ф-35. Ну и все вроде как нормально, все сказали в Израиле, что все шикарно, мы всем довольны. И вдруг вечером появляется сообщение в израильской газете, что один из Ф-35 совершал учебный полет, столкнулся с двумя аистами, с большим трудом приземлился. Естественно, ни Пентагон, ни Цахал никогда не признают. Старая советская ракета с легкостью обнаружила их суперсамолет. Так стоит ли это воздушное судно таких денег? Груман Е-2 «Хоккай» – еще одно мега-дорогое воздушное судно из США. Это разведчик. Его задача – радиолокационное обнаружение противника. Потому на борту – тонны аппаратуры. У нас теперь все электронное. Теперь все планирование навигации мы можем проводить прямо здесь, на электронной доске. Самолет создали в 60-е годы прошлого века и многократно переделывали. Один такой старичок в очень скромной комплектации стоит 80 миллионов долларов. Это дороже, чем остров на Багамах. Государства тоже не отличаются от людей. Людям нужны цацки и внешние атрибуты, а государствам нужно оружие в мире техногенного прогресса. Когда нужно побрякивать тоже некими атрибутами, что кто-то ярче другого, что более исключительно. А это – убийца подводных лодок. Официальное название патрульного противолодочного разведчика – «Посейдон». Он способен нести 9 тонн вооружения. Ракеты, торпеды, морские мины и авиабомбы. Каждый образец обходится «Пентагону» в 206 миллионов долларов. Еще 8 миллиардов когда-то потратили на то, чтобы сделать из пассажирского «Боинга» военную машину. А вот еще одна дорогая игрушка «Пентагона». Б-2 «Спирит» – тяжелый стратегический бомбардировщик. Выполнен по технологии «Стелс». Каждый такой самолет стоит 2,5 миллиарда долларов. Американцы возлагают на него колоссальные надежды. По их расчетам, чтобы прорвать российскую систему ПВО, необходимо 32 бомбардировщика F-16 или всего два невидимых «Спирита». Однако эксперты засекреченных списков уверены – западные военные ошиблись в расчетах. Ведь еще при бомбардировках Югославии старенький советский зенитный комплекс малой дальности Нева без проблем сбивал это чудо американской техники. Он аварийно приземлился в Италии. Американцы вынуждены были его списать. И этот факт везде скрывается. Хотя сербы, клянутся, у них даже есть комплекс, у которого на дверях нарисован вот этот вот B-2 «Спирит». Это чудо-оружие американское, это суперневидимка, соответственно, была фактически уничтожена. Более того, супердорогой американский бомбардировщик по всем статьям проигрывает российским Ту-160, каждый из которых в 25 раз дешевле B-2. Дальность действия у нашего где-то на процентов 30 больше, чем у B-2 «Спирит». Причем без дозаправки. У американцев с дозаправкой. Наш самолет имеет скорость в два с лишним раза больше. Если мы берем характеристики по высоте, это на 50% больше, чем у американского самолета. Любой показатель, какой ни возьми, наш Ту-160 намного превосходит американский самолет. Спрашивается, зачем такая дорогая игрушка? Больше всего пентагоновские вояки любят тратить миллиарды на военные корабли. Новый эсминец-невидимка серии «Зумвальд» также построен по технологии «Стелс». Стоит корабль аж 4,5 миллиарда долларов. На нем хотели установить новейшую энергетическую пушку «Рельсотрон». Но что-то пошло не так. Когда он зашел в Панамский канал, и там заглох. И его с большим трудом, в общем-то, удалось вытащить этот, это чудо-оружие, и доставить, соответственно, опять на базу для ремонта. Но все рекорды расточительства побил вот этот авианосец «Джаральд Форд». Длина корабля — 337 метров. Это сопоставимо с высотой Эйфелевой башни. Авианосец «Джаральд Форд» — самое дорогое в мире оружие. 13 миллиардов долларов. Но дорого далеко не всегда значит хорошо. За красочной витриной гиганта скрываются серьезные проблемы. На корабле стоит электромагнитная катапульта. Компьютер должен рассчитывать параметры запуска самолетов. Но программа не справляется и постоянно дает сбои. Так что, взлетая и приземляясь, летчики каждый раз рискуют жизнью. Ядерная силовая установка постоянно ломается. И корабль уже несколько раз возвращали на ремонт. Но все равно идет гонка вооружений, потому что это является единственным мерилом силы государства. Техногенный процесс. Российские военные давно поняли, как без гигантских расходов противостоять авианосцам США. Дорогие американские игрушки — отличная мишень для наших комплексов «Бал» и «Бастю». Кроме того, на каждый их авианосец класса «Нимец» приходится 10 российских самолетов МиГ-31, которые оснащены гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Наш ответ эффективнее и намного дешевле. Это в тысячи раз меньше. Вот вам, пожалуйста, наш подход. Эффект тот же самый. Мы можем утопить этот любой авианосец, если он только подойдет к нашим берегам. Еще один ответ России на супердорогое оружие США — небольшие, юркие корветы, также выполненные по технологии «Стелс». Знаменитый залп Каспийской флотилии шокировал западных военных. Они всегда считали, ракеты большой дальности можно доверять только большим судам. И, как обычно, ошиблись. На протяжении всей истории России мы выпускали оружие надежное, но при этом довольно дешевое в производстве. И самое главное, что оно при этом эффективное. Почему на Западе боятся российских подводных лодок? Как польские политики умудрились впустую потратить целых 5 миллиардов долларов? И зачем американцы продали Киеву оружие по двойной цене? Самый дорогой танк на Земле. Через несколько минут. Только в засекреченных списках. Оставайтесь с нами. Далее в рейтинге самых безумных трат. Сколько стоит тело класса люкс? Ни один мужчина еще не про меня силиконовые с**ки. В гробу нет карманов, но сам гроб может быть золотым. Нашу гробу, который от полутора миллионов до восьми миллионов можно выкопать, он подороже стоит, чем иногда какие-то драгоценности. Кич в стиле Трампа. Я бы не сказала, что это все сделано со вкусом. Полторы тысячи лошадей под капотом. Какие средства передвижения будут роскошью во все времена? Сейчас есть мания коллекционировать очень большие яхты. Военная техника для самоубийц. Как Южная Корея умудрилась построить самый дорогой и самый бесполезный в мире танк? Не каждый генерал отдаст приказ использовать такие танки для наступления. И почему российская армата все равно круче? Смотрите прямо сейчас в засекреченных списках. Из пушки по воробьям. Самое дорогое оружие в мире. ТОП-7 невероятно дорогих машин для убийства, покупать которые могут только безумцы. Невероятно дорого обходится западным налогоплательщикам и подводный флот США. Новая американская атомная субмарина типа «Вирджиния» стоит почти 3 миллиарда долларов. На этом крейсере 4 торпедных аппарата и 12 пусковых установок для крылатых ракет. Первую лодку отправили на службу с оркестром. Однако начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Прозак недавно признал, что ни США, ни страны НАТО уже не могут тягаться с Россией в океане. И это несмотря на огромный бюджет. Наши субмарины невероятно бесшумны и быстры. Корабли проектов «Ясень» и «Борей» — последнее слово в подводном кораблестроении. Самые тихие и мощные в мире суда. Эти лодки невозможно обнаружить, что делает их неуязвимыми перед лицом новейших систем противолодочных вооружений противника. Они оставили далеко позади новые американские субмарины. Почти 5 миллиардов долларов недавно заплатила Польша за американские противоракеты «Патриот». Это самое дорогое оружие, которое когда-либо покупала Варшава. Изначально штатовские генералы хотели в два раза больше. Поляки торговались, но в результате просто выбросили деньги на ветер. Сегодня Америка не располагает системой обороны, которая была бы эффективна в борьбе с гиперзвуковыми ракетами, которые используют русские. Польша выложила за «Патриоты» почти 5 миллиардов долларов, а в результате так и осталась незащищенной. Вот так украинские военные презентовали противотанковую систему «Джавелин». Ее Киеву тоже продали американцы. Причем по заоблачной цене. Миллион триста тысяч долларов за комплект. Для сравнения этих денег с лихвой хватило бы на призывную кампанию этой страны. А каждый запуск ракеты обходится бюджету незалежной почти в 125 тысяч долларов. Но президент Петр Порошенко остался доволен. Сегодня впервые на Украине состоялось испытание противотанковой системы третьего поколения. А вот самая дорогая бронетехника во Франции и Южной Корее. Этот танк «Леклерк» в простой базовой комплектации и без активной бронезащиты стоит 8 миллионов долларов. Машина буквально напичкана электроникой. При этом места для экипажа внутри почти не осталось. Поэтому танкистов выбирают щупленьких. Другие в этой боевой машине не поместятся. В безумном расточительстве всех переплюнула Южная Корея. Там отказались покупать немецкие, французские и американские машины. И придумали свои. К2 «Черная пантера» получилась фантастически дорогой. 9 миллионов долларов за каждого бронированного зверя. Это мировой рекорд. Причем кроме цены ничего выдающегося в «Черной пантере» нет. «Извините меня, в бой пускать такой танк – это преступление. Не каждый генерал отдаст приказ использовать такие танки для наступления. Потому что потом с него могут сорвать погоны, а его самого отдать под суд. Почему этот танк, имеющий такую колоссальную стоимость, был уничтожен, подорвался на мине или еще что-то с ним произошло?» Удивительно, но самые дорогие в мире танки не идут ни в какое сравнение с российской арматой. Построенные на совершенно новых принципах. Экипаж надежно укрыт в бронекапсуле, а башня необитаема. К тому же стоит армата всего 4 миллиона. В два с лишним раза дешевле «Черной пантеры». Все западные машины могут конкурировать лишь с нашим Т-90, цена которого на их фоне и вовсе смешная – 2,5 миллиона долларов за единицу. «Самое лучшее в мире оружие, естественно, российское. Взять хотя бы автомат Калашникова. Это наша отечественная гордость. Занесет в Канегурь-Городов Гиннеса как самое распространенное в мире оружие». На поле боя выигрывает не самый дорогой танк, а самый эффективный. А заоблачные цены, которыми западные военные уже много лет удивляют весь мир, говорят скорее о коррупции, а не о военной мощи. Далее в засекреченных списках. Круговорот миллиардов в природе. Почему ведущий самой известной лотереи в России не верит в удачу? «Карл Маркс сказал, что капитал уходит всегда дураков к умным». Сколько ботокса нужно верблюду, чтобы выиграть конкурс красоты? У кого что длиннее? Или чем меряются миллиардеры? «Соревнуется в длине, у кого длиннее яхта?» «Годзилла» из золота за 8 миллионов долларов. Самые безумные траты богачей. «Битва невест». Чья свадьба дороже? «Деодема» и «Серьги». «Серьги» стоят, по-моему, порядка 20 миллионов. Очень красиво. Засекреченные списки раскрывают тайны самых богатых людей мира. Все о том, как толстосумы сходят с ума, только в засекреченных списках. Оставайтесь с нами. Девятилетняя рэперша из Канады фотографирует себя в ванне с банкнотами. Рассказывает миллионам подписчиков, как правильно царить деньгами. «Да, я вожу эту шикарную тачку, и да, мне всего 9 лет». Легко заводит дорогой спорткар. «У меня есть этот офигенный автомобиль, и я самая молодая богачка своего века. А что вы все делаете со своей жизнью?» И хвастается, что даже права таким, как она, не нужны. Вот дизайнерская квартира. Вот кровать за 100 тысяч долларов. Шикарный вид с Голливудского холма прилагается. «Посмотрите, какой вид. У вас нет такого вида из окна». Девятилетняя богачка считает, что ей позволено все. Залепить тортом в лицо прохожему – запросто. «Сиди, я не могу, я не могу». «Сиди, я не могу, я не могу». «Сиди, я не могу, я не могу». Как родители расплачиваются за проделки маленькой разбойницы. Сейчас о тех, кого настигла карма золотого тельца. На шестом месте самые дикие причуды толстосумов. Новое увлечение богатых и очень богатых людей. Военный туризм. Они платят огромные деньги и едут на передовую убивать. Это кажется невероятным. Но самая дорогая охота в мире – охота на человека. Чтобы попасть на линию фронта, менеджеры корпораций отдают десятки тысяч долларов. Для глав крупных компаний такса другая. 200-300 тысяч человек за сутки. И задача как? Расстрелять это судно и потопить. Судно выходит в море. К нему у нас целая флотилия, которая должна, собственно говоря, и расстрелять это судно. Мы узнаем, кто из чего хочет стрелять. Кто-то стреляет ракетами, кто-то стреляет из зенитных орудий, кто-то стреляет торпедой. Вот ему хотелось всю жизнь торпедой выстрелить. Вот, пожалуйста. Вот. Собственно говоря, мы снаряжаем целую флотилию вооруженную. Чаще всего такой морской бой, по словам Сергея Князева, они устраивают в нейтральных водах где-то у побережья Африки. И это не самый дорогой вид военных развлечений, рассказывает организатор военных мероприятий. За солидные деньги нет ничего невозможного. Золотое подразделение. Именно так называют сборные команды богатых людей, жаждущих пострелять по живым мишеням. На своих бронемашинах, со своими вертолетами и новейшими образцами оружия они внезапно появляются в самом сердце боя. Получив заветную дозу адреналина, эти люди также внезапно исчезают. Никто не знает, например, из воюющих сторон, откуда взялось какое-то некое подразделение вооруженное до зубов. И оно там, в общем, в какой-то горячей точке поучаствовало и исчезло. Вдруг тут начинается, как пинг-понг шарик такой, да. Американцы, русские, американцы, русские, американцы, русские. Это вообще-то была сборная, на самом деле, команда, где были и японцы, и корейцы, и европейцы. На этом видео не найдешь лиц миллиардеров. Конспирация во время военных туров на высочайшем уровне. Зато в сети можно найти не менее безумные пристрастия богачей. Миллионер Датафуги из Индии заказал себе рубашку из 14 тысяч кусочков золота высшей пробы. Цена вещицы 250 тысяч долларов. Так индийский богатей стал ходячей рекламой своей текстильной продукции. Правда, богатство не принесло ему счастья. Через три года бизнесмена забили камнями партнеры по бизнесу. Им не понравились условия сделки, которые предложил Датафуги в золотой рубашке. 26-летний шейх из Абудаби решил достаточно эксцентрично отметить Рамадан. Молодой человек объявил, что оплатит все покупки в одном из самых дорогих торговых центров столицы. Но только в течение получаса. Что тут началось? Народ ожидаемо разнес магазин в пух и прах. Но вернемся к истории девятилетней малышки на миллион Лил Тай. Девочка называет себя самой юной рэп-исполнительницей. На своей страничке в соцсети Тай публикует фото дорогих машин, видео из богато обставленных домов. И демонстративно сорит деньгами, называя окружающих нищебродами. Теперь ее семье грозит громкий судебный процесс. Все началось с того, что владелец дорогого особняка увидел его в ролике девочки. Оказалось, что ключи от дома он давал риэлтору Анжеле Тиан, матери маленькой транжиры. А дорогие машины, в которых Лил Тай снимала свои громкие послания к бедным, принадлежат начальнику ее мамы, директору фирмы по продаже недвижимости. Маму Лил уволили с работы. Но несмотря на скандальные разоблачения, продвижением девочки в социальных сетях уже занимаются специалисты по развитию брендов. А Лил Тай продолжает выкладывать эксцентричные видео, в которых заявляет, что она все равно богачка и станет только богаче. При таком количестве подписчиков более двух миллионов все возможно. Ведь черный пиар тоже пиар. Зоска из белого золота за 30 тысяч рублей. Презервативы известного лакшери-бренда по 4 тысячи за штуку. Пельмени из глубоководной рыбы 150 тысяч рублей за килограмм. И зачем миллионеры натираются тухлой редькой? Об этом совсем скоро. Оставайтесь с нами. Далее в программе. Сколько стоит девственность и как ее продать? Девственность некоторые красивые девушки продают от 5 тысяч долларов. Главное заповедь богачей. Ешь икру у себя на кухне. Хочешь есть икру ложками, ешь. Но не надо из этого делать селфи в Инстаграме. Как стать миллионером, а потом разориться? Майк Тайсон, который в свое время заработал очень много денег, но тоже очень любил роскошь. 100 граммов вокзал-помойка. Самое популярное развлечение среди богатых. У нас вы в бомжи уже, наверное, все депутаты Государственной Думы такие вот лидеры фракции. Все уже поиграли. И зачем простые люди играют в состоятельных? Передвигается по Москве на арендном Мазерате, там ест в ВОК-кафе, живет в съемной однушке на окраине Москвы. Кто они? Пожиратели роскоши. А прямо сейчас об индустрии удивительно дорогих и бесполезных вещей. Кого деньги свели с ума? Приготовьтесь и глубоко вдохните. Бутылка воды за 100 тысяч долларов. Такой напиток перевозят в специальных бронированных чемоданах. И за что я должен заплатить 100 тысяч? Видишь? Тут бриллианты, белое золото. Там 99 тысяч долларов, это всего лишь крышечка с бриллиантами на одной из бутылок воды. Таких наборов воды в мире всего 9. И все они раскоплены. Хотя и этим сейчас никого не удивишь. Один неизвестный анонимный британский миллиардер, я знаю, подарил своей жене подводную лодку за 20 миллионов долларов. Эта лодка может не всплывать 40 дней, находиться под водой 40 дней. И она может перемещаться по всему миру, как на яхте, только под водой. При этом сами миллиардеры не часто пользуются плодами своих праведных и не очень трудов. Сергей Князев организатор экзотических мероприятий для олигархов. Он вспоминает, как начинался его специализированный бизнес. Князев отправил Бориса Березовского в переход у вокзала просить милостыню. Правила простые. Кто из переодетых и загримированных поднищих олигархов соберет больше денег, тот и победил. Костюмы для запаха натирают тухлой редькой. 100 граммов дешевого алкоголя для достоверности и вперед в переход. На кону крупная сумма. Бомж Туры популярны до сих пор. И с миллиардером из списка Форбс можно познакомиться не только на бизнес-форумах, но и на вокзалах и в переходах. Вот если вы идете по старому Арбату и по сей день играют во все эти игры, очень много у меня по-прежнему заказывают, так вот если идете по старому Арбату и стоят музыканты какой-нибудь ансамбль, который играет и ни в одну ноту не попадает, скорее всего это мои, которые подъехали на всевозможных этих Мазератти, Бугатти, на Майбахах и прочих, машины все где-то там спрятаны, а они в потертых джинсах, которые мы надели на них, там такие Светская львица Лена Ленина рассказывает, миллиардеры всегда настолько заняты своими миллиардами, что на жизнь у них времени не остается. У меня много знакомых состоятельных людей, среди них есть даже миллиардеры и у них есть много красивых дворцов. Знаете, кто чаще всего наслаждается от того, что у них есть эти роскошные дворцы? Персонал. Те тетеньки и дяденьки, которые ухаживают за садом этих дворцов или моют полы в этих домах, только они по-настоящему каждый день в них живут и каждый день получают удовольствие от этой красоты. Богатство не приносит счастья. Так, например, миллионерша из Вероны Чичилия Анна умерла в одиночестве. Полтора миллиона евро она оставила своему коту Пилу, которого подобрала на улице. Далее в засекреченных списках. Во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл королевскому двору? Как ни странно, в Великобритании к свадьбе королевской семьи они не проходят так помпезно, как, например, проходят цыганские свадьбы. Дорого-богато. Как живут жены футболистов? Ну, конечно, наверное, классика. Это лобутена, питоновые, у меня их три пары. Кольцо за 40 миллионов рублей. Заснуть в подъезде и потерять. Как такое возможно? То есть, эти очень богатые люди, они не считают деньги. Золотые спорткары, гигантские яхты и летающие монстры. Техника, которую не купишь в простом магазине. Автомобильная неделька. Невероятные коллекции самых богатых мужчин. А здесь у нас новинка. Спортивный немецкий автомобиль. Какие еще суперкары в гаражах миллиардеров? Неважно, какой марки, важно, что это принадлежало вот какой-то определенной исторической личности. А прямо сейчас кого можно считать истинным богатеем? Топ-5 самых безумных приобретений. В конце 19 века признаком успешности в Европе были золотая и серебряная посуда, породистые скакуны и слуги. Сегодня статус владельца выдают автомобиль, яхта и самолет. На пятом месте списка самый дорогой транспорт, который можно увидеть у семизвездочных отелей. на частных причалах и в личных аэропортах по всему миру. Как, зачем, а главное, почем самые богатые люди планеты покупают свои игрушки? Самые богатые люди в мире это те, чьи активы превышают 30 миллионов долларов. Сегодня таких счастливчиков почти 212 тысяч человек. 2754 из них имеют в кошельке более миллиарда долларов. Для богатых людей безостановочно работает вся мировая лакшери-индустрия. Каждый месяц выходит новый, эксклюзивный, допустим, автомобиль, неповторимый, инкрустированный бриллиантами, с золотой фурнитурой. Каждый месяц выходит новая яхта какая-то супер большая. Толстосумы покупают роскошные авто или делают заказ эксклюзивной модели, чтобы выдержать собственный стиль и никто другой не мог это повторить. Фантазии богатых людей непредсказуемых. Доходит до того, что какой-то серийный, совершенно неприметный б***ь вдруг весь абсолютно обклеен, если так можно сказать, стразами своротки. Купить такой автомобиль полдела. Его еще нужно как-то содержать. Например, чтобы заменить масло у такой модели, нужно потратить больше 20 тысяч долларов. Новые диски и резина обойдутся в 70 тысяч американских рублей. После того, как на Ближний Восток потекли нефтедоллары, шейхи пересели с породистых жеребцов на железных коней. Точнее, на золотых. Вот этот единственный в мире автомобиль покрыт благородным металлом от крыши до дисков. У машины есть даже имя «Годзилла». Под капотом V6 объемом 3 литра и мощностью 545 лошадиных сил. Стоит такой красавец миллион долларов. А эта модель ездить вообще не умеет. Зато она сделана из куска золота весом в полтонны. Корпус, фары и салон инкрустированы бриллиантами. Цена почти 8 миллионов долларов. Если покупатель пожелает, ему сделают такую же в натуральную величину. Кроме золотых, арабские богачи любят и супермощные машины. Вот как, к примеру, они гоняют на совсем недешевых джипах по пустыне. Специально для таких любителей экстремальной езды создали уникальные супербаги для бездорожья. Мотор 6,2 литра разгоняет машину до 220 км в час даже на песчаных дюнах. Стать ее хозяином можно всего за полмиллиона долларов. Для сравнения, первый внедорожник класса ультралюкс стоит каких-то 400 тысяч зеленых. А еще миллиардеры Востока способны выложить безумные деньги за один только автомобильный номер. именно им принадлежит мировой рекорд. 14 миллионов 300 тысяч долларов за табличку, на которой красуется всего одна цифра. Один. Этого мальчика зовут Рашид Бельхаса. Он наследник строительного магната из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая. В 16 лет молодой человек имеет коллекцию кроссовок, собственный зоопарк, настоящий корабль и огромный детский гараж. У нас есть лимузин, у нас есть Роллс-Рой, у нас есть Феррари Суприм и Хаммер. Шейх Хамад бин Хамдан Аль-Нахаян из правящей династии Абудаби один из богатейших людей на планете. Он страстный поклонник эксклюзивных автомобилей. Их у Шейха 250. Это моя разноцветная коллекция. Я пользуюсь ими в соответствии с днем недели. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда и четверг, а вот так пятница. Этот белоснежный суперкар Папа Римский Франциск принял в подарок от крупнейшего автоконцерна в ноябре прошлого года. Понтифик осветил машину и расписался на капоте. А недавно продал ее на аукционе за 840 тысяч долларов. Стартовая цена в три раза ниже. В фирменном салоне такую и вовсе можно взять всего за пару сотен тысяч. Зато теперь в чьей-то коллекции есть машина от самого Папы Римского. Эта машина 60-х годов прошлого века тоже станет мечтой коллекционеров. В ней принц Гарри и Меган Маркл уехали со своей свадьбы на первую брачную ночь. Перед свадьбой раритет отреставрировали. Теперь в Ротстере стоит электродвигатель мощностью 225 лошадей. Эксперты уже говорят о том, что стоимость машины вырастет до нескольких миллионов долларов. Но именно частный корабль делает простого обладателя миллиардного состояния настоящим миллиардером. Сейчас есть мания у миллионеров коллекционировать не жуков, не вина, не марки, а очень большие яхты. Во что можно превратить обычную лодку, если у владельца на счетах миллиарды? Правда ли, что на яхте Абрамовича можно разместить два футбольных поля? И зачем Трампу золотой самолет? Об этом только в засекреченных списках через несколько минут. Далее в программе. Король пляжа живет в собственном замке и не платит за коммунальные услуги. Как пишут в некоторых книгах, счастье это духовное состояние, что получают на день рождения школьники-миллионеры. 11-летняя девочка хвасталась, что ее папа заплатил 100 тысяч евро за проведение праздника. Настоящий пляж, больница и системы ПВО. Там есть какой-то секретный луч, который засвечивает все видео. Корабли для богатых. Миллиардеры начинают компенсировать свои детские несбыточные мечты. Самый длинный и самый дорогой. На каких самолетах летают сильные мира сего? Ага, яхта, ты же не везде проедешь, ведь море заканчивается. Дорогая техника дорогих людей. Покупки, которые кажутся безумием только в засекреченных списках. Марка Цукерберга валят за то, что он не выглядит как человек, на счетах которого 70 миллиардов долларов. Создатель и владелец одной из самых популярных социальных сетей в мире покупает одежду на распродажах. Дешевые джинсы, серые футболки, обычные кроссовки. Виджены Марка Присцилы Чан также не соответствуют толщине кошелька мужа. Слишком просто. Они совсем не похожи на богачей. Видимо, супругам надоело быть белыми воронами истеблишмента, и они показали, что тоже способны делать мега дорогие покупки. Теперь читат Сукерберг Чан владельцы яхты. Длина судна под названием Улис 107 метров. Тут 15 кают, открытый бассейн, 5 баров, кинотеатр, массажный кабинет, вертолетная площадка и гараж. За всем этим присматривают 42 члена экипажа. Цена корабля 150 миллионов долларов. Вот теперь никто не сомневается, Марк и Присцилла тоже богатые люди. Фрегат Леди Мура, которым владеет бизнесмен из Саудовской Аравии Насар Аль-Рашид, стоит 210 миллионов долларов. На яхте есть полноценная больница, пляж с настоящим песком, специальные отсеки в борту для хранения прогулочного катера и балкон у самой воды. А вот и самая длинная яхта в мире «Азам». 180 метров от носа до кормы. Это в 5 раз больше пассажирского самолета. Принадлежит малышка президенту Объединенных Арабских Эмиратов. В комплекте с кораблем идет подводная лодка и система противоракетной обороны. Цена вопроса 605 миллионов долларов. В этом соревновании российские нувориши если не побеждают, то точно не проигрывают. Вот так вот выглядит одна из самых, если не самая крутая небольшая яхта на земле. Яхта Романа Абрамовича «Эклипс» затмение всего 163 метра. Зато ее стоимость 1 миллиард 200 миллионов долларов, из которых 800 миллионов ушло на оснащение и дизайн корабля. Это судно настоящее произведение искусства. Кроме того, тут сразу две вертолетные площадки, девять палуб, кинотеатры, бассейны, пули, непробиваемые стекла, система ПВО и лазерная пушка. На содержание такой игрушки российский предприниматель по слухам тратит 40 миллионов долларов в год. Недавно среди хозяев суперроскошных судов появилась первая россиянка. Экс-супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна отсудила у бывшего мужа яхту Луна стоимостью 540 миллионов долларов. Кстати, до 2014 года Луна принадлежала Абрамовичу. А вот как выглядит самая дорогая частная яхта на планете History Supreme. В это трудно поверить, но она стоит почти 5 миллиардов долларов. Про судны известно немного. На его отделку ушло около 100 тысяч килограммов золота и платины. А внутри яхта декорирована метеоритным камнем и костями тираннозавра. History Supreme построили в 2011 году по заказу неизвестного малазийского бизнесмена. По сути, это огромный плавающий слиток золота. Говорят, покупатель мечтал о золотом самолете, но его отговорили, и он заказал себе корабль. Конкуренцию плавучим сокровищам могут составить только частные самолеты. Голливудская звезда Том Круз владеет небольшим воздушным судном «Гольфстрим-4» стоимостью 38 миллионов долларов. Но по-настоящему богатые ребята держат настоящих небесных монстров. Это Боинг 747-8 ВИП самой длины в мире 76 метров. Пассажирский реактивный самолет принадлежит Джозефу Лау из Гонконга. Стоимость лайнера 200 миллионов долларов. Состояние члена Саудовской королевской семьи принца Аль-Валида Бин-Талалу 22 миллиарда. У него два роскошных лайнера. Боинг 747-400 за 220 миллионов и Супер Аэробус А380 за полмиллиарда баксов. На борту есть конюшня и мраморный хамам. Мы хотим получать удовольствие. И вот именно удовольствие люди получают вот таким вот игрушкам. Своеобразно. Маленькие дети маленькие игрушки, большие дети большие игрушки. Вот большие мальчики играют в большие машинки. Мы в спальне господина Трампа. Собственный и, кстати, совсем не новый Боинг 757 купил и Дональд Трамп. Он стал четвертым по счету владельцем 20-летнего самолета. Тогда еще будущий президент вбухал в реконструкцию этой железной птицы более 100 миллионов долларов. Он ярко подчеркивает свое богатство, причем я бы не сказала, что это все сделано со вкусом. Вот это вот настоящий китч. В самолете мраморная ванна, двуспальная кровать, огромные телевизоры, подголовники и подушки с вышатым фамильным гербом Трампа. Практически все в самолете покрыто 24-каратным золотом. Даже ремни безопасности. А снаружи на фюзеляже красуется надпись «Трамп», которая, естественно, тоже золотая. Этим он очень похож на ближневосточных миллиардеров. Но ближневосточные миллиардеры, они тоже, в принципе, зарождающиеся династии. То есть в 50-х годах в Арабских Эмиратах был только песок и больше ничего. То есть они пока еще не наелись этой роскоши. Но самое дорогое удовольствие для ультрабогатых людей это не машины, яхты и самолеты, а простые человеческие радости и время на себя. Далее в засеквеченных списках. Почему выиграть в лотерею невозможно? Есть одна очень хорошая поговорка у экономистов «Если ты хочешь распогатить, работай для бедных». Как разоряются звезды? Майк Тайсон, который в свое время заработал очень много денег, но тоже очень любил роскошь. Китчевыми покупками, да, он сам себя и разорил. Кто устраивает похороны с огоньком? Модель «Кристалл» она около 8 миллионов стоит. Тайны ненатурального обмена. Сколько стоит богатое тело? Дизайнер и модель Данила Поляков демонстрирует свой новый гардероб. Только для засекреченных списков. Мужчина ходит на каблуках и в платьях. А также кому прямо сейчас не до смеха? И кого деньги свели с ума? Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Когда ей было 20, она зарегистрировалась в популярной соцсети и стала выкладывать туда эффектные фоточки. И мне очень нравится дарить людям счастье, когда они смотрят на мои фотографии, они очень получают крутые эмоции. И мне это нравится. Через год Настина нестандартная фигура 95-63-105 привлекла внимание мужа Ким Кардашьян. Девушки предложили рекламировать одежду, производство которой для рэпера и звезды реалити семейный бизнес. В итоге Квитко переехала на океанское побережье Америки. На ее страничку подписались 8 миллионов поклонников со всего света. Барышню стали называть не иначе, как русская Кардашьян. Читатели популярного мужского журнала признали ее одной из трех самых сексуальных россиянок. Но месяц назад с красоткой случился конфуз. Папарацци сняли ее на пляже в Майами, где Настя блистала своей естественной красотой. Кадры получились из серии ожидания и реальность. Теперь подписчики обсуждают дряблый живот, целлюлит на бедрах и советуют девушке сходить в спортзал. А некоторые ее наоборот жалеют. Предполагают, что такие формы результат неудачной пластики. Хотя Анастасия во всех интервью утверждает, все ее прелести исключительно от природы. Мне кажется, это крест красивой славянской внешности нашей натуральности. Потому что очень много девушек, вот я живу в США, очень часто вижу одну картину, все фейк, у всех все сделано. И тут, когда видишь русскую девушку, ты сразу можешь сказать, что она русская, так как она очень красивая и натуральная. потому что по ее лицу не скажешь, что она какую-то операцию сделает. Тигран Александян лично работал над внешностью многих звезд российского шоу-бизнеса. Он изучил фото Анастасии Квитко и вынес свой вердикт. Она была у пластического хирурга. Причем совсем недавно. Тут сделано липофилинг. Просто жир с одной части тела, из бедер, из каких-то частей могут просто закачивать в эту область. и получается такой эффект. Почему же звездные дивы и кумиры миллионов так боятся показывать свои реальные тела? Те, кто сражается против природы, сегодня на четвертой строчке засекреченных списков. Одно из самых дорогих тел планеты принадлежит певице Шер. Ей 72. А судя по этому снимку, он опубликован в июне 2018 года. Никак не больше 40. Ринопластика, увеличение груди, удаление нижних ребер, липосакция живота. Чтобы выглядеть на 30 лет моложе, поп-дива заплатила 750 тысяч долларов. 43 миллиона рублей. Кстати, она этого не стесняется и даже называет себя ходячей пропагандой пластической хирургии. За звание самой тюнингованной звезды Шер может побороться Деми Мур. Недавно она увидела себя на снимке папарацци вот такой с отвисшими ягодицами и целлюлитом. Актриса расстроилась и решила самое время в очередной раз сделать полный апгрейд лица и тела. Он обошелся почти в полмиллиона долларов. 25 миллионов рублей. Но актриса старается не для красивых фото и интересных ролей. Просто ее новый бойфренд музыкант Нит Джонас на 30 лет младше. Ким Кардашьян нет и 40. Но она уже давно ежегодно оставляет в клиниках красоты не меньше 80 тысяч долларов. Почти 5 миллионов рублей. Попу она сделала. Она это не скрывает. Я думаю, что там она сделала имплантами. Поэтому она сделала и губы сделала, она сделала и скулы фактически такой вот. Она сделала операцию комков биша. Когда убирается часть жира и здесь появляется такая тоненькая полосочка и проявляется лучше область скул, подбородка и так далее. И между прочим, у Ким есть последователи. Не только среди женщин. Англичанин Джордан Джеймс Парк ради того, чтобы стать похожим на свой идеал, не пожалел 156 тысяч долларов. Но Джордан ни о чем не жалеет. Он в восторге от результата. Надо сказать, довольно сомнительного. Актриса и телеведущая Елена Беркова не скрывает, ее упругая трешка тоже результат хирургического вмешательства. Я бы увеличила грудь, потому что после родов хотелось остановить былую форму. И из моих знакомых моего окружения все делали точно так же. Девушки молодые, с красивой формой груди, к сожалению, это с собой и много чего другого делают. Сначала вкачивают губы, потом откачивают, сначала засовывают, потом задницу, потом достают, потому что она все время переворачивается. Каны в ужасе, желтая пресса в восторге. Престарелый фрик, 68-летний Игорь Богданов привез на фестиваль новую пассию. Жюли Жардон 24. Общественность гадает, что белокурая красотка нашла в жертве пластики. Но все-таки никому в мире пока не удалось побить рекорд Майкла Джексона. Поп-король сделал 100 пластических операций и потратил на них миллион долларов. Видеоблогер Мария Ковшукова на своем канале регулярно объясняет, зачем люди подгоняют себя под мнимые идеалы красоты. Ни один мужчина еще не променял силиконовые с**ки красивую талию без ребер и силиконовую на какую-то там безобразную фигуру. А вот телеведущая Лариса Вербицкая уверена, что такая стандартная внешность перестает быть популярной. Сегодня уже не модно делать крупные большие скулы, увеличивать губы. Собственно, мне это никогда не нравилось, но так или иначе к счастью справедливость восторжествовала. Микель Руфинелли обладательница самой большой в мире пятой точки. Ее вес 190 килограммов, обхват бедер почти 2,5 метра. И она научилась любить свое тело. В этом ей помог муж Реджи. Они женаты уже 10 лет. Счастливая исполинша хвастается. Не проходит и дня, чтобы супруг не сказал ей «ты прекрасна». А это топлис-модель Норма Ситц, обладательница самого большого натурального бюста в мире. Почти 2 метра в обхвате. Благодаря ему женщина очень популярна и востребована даже в свои 60 с хвостиком. Норма не только участвует в эротических фотосессиях. В свободное время она за деньги демонстрирует желающим свою грудь весом в 60 килограммов онлайн. Это приносит ей порядка 10 тысяч долларов в месяц. Дело тоже, но дороже. Через несколько минут засекреченные списки расскажут о цене, которую приходится платить продавцам и покупателям живого товара. Далее в программе. Есть ли жизнь после финансового краха? Безалаберность не собрая самого человека, именно поэтому, кстати, он, я думаю, никогда миллиардером и не станет. Зачем Билл Гейтс инвестирует в фекалии? Неужели это теперь золотая жила? Никто не знает, как использовать экскременты. Мы попросили своих инженеров найти решение этой проблемы. Сколько тратит жена олигарха? От 5 до 10 миллионов рублей в месяц стоит, может, качественная жизнь. И главное, на что уходят эти деньги? Я люблю сумки такие из лимитированной коллекции. Вот у меня сумочка из последней коллекции. Модель и дизайнер Данила Поляков впервые честно о главном. А вот для чего ты кратишь ногти в метро, чувак, такой, ты думаешь, родители того гордятся, ты думаешь? Сколько стоит невинность на закрытых интернет-аукционах? девственность некоторые красивые девушки продают от 5 тысяч долларов. А прямо сейчас человек-гуманоид Винни Ох. Действительно Ох. Винни Ох. 22-летний визажист из Лос-Анджелеса. Он уже потратил на свою инопланетную внешность около 50 тысяч долларов. Увеличил губы, откорректировал овал лица и надбровные дуги. Сейчас юноша ищет пластического хирурга, который полностью удалит ему все половые органы. Ведь главная мечта Винни стать бесполым. Российский манекенщик и дизайнер Данила Поляков тоже считает, что будущее за андрогинами. То есть за теми, кто выглядит так, что сразу и не поймешь, мужчина это или женщина. Некоторые девушки выглядят в стандартах мужской одежде намного лучше, чем, например, сами мужчины. Или некоторые мужчины выглядят в стандартно заурядной женской одежде намного более лучше, чем, например, и женщины. Сам Данила в наступающем сезоне предпочитает актуальные туфли-копыта и короткие платья. А теперь внимание! Эксклюзивный рецепт завсегдатая светских тусовок. Как привлечь внимание достойного кандидата? Взять стул быстро, встать на стул, просто себя все снять и просто тупо стоять, не танцевать, просто на него смотреть. Сразу пойдет, что охрана возьмет, тебя скрутят и уведут. А он может сказать, а кто это был? кто это был? Извините, верните ее, пожалуйста. Если у вас все круто, энергетически и с телом, вас вернут. Шоумен Лаки Ли признается, он не раз пользовался услугами девушек с пониженной социальной ответственностью, но с высокими запросами. Она говорит, я зарабатываю 5 тысяч долларов в месяц, я не езжу каждый день, я никуда, мне хорошо, мне хватает. Я говорю, а ты пробовала как-то другим с услугом? Говорит, да, конечно, ну а где, чего я? Пойду работать, куда мне? Зарплату 30 тысяч рублей дадут в лучшем случае. Впрочем, на рынке секс-услуг можно и за ночь заработать столько, что хватит на всю жизнь, если эта ночь первая в жизни. 22-летняя американка Натали Дилан выставила свою девственность на аукционе на сайте легального борделя. Купить ее захотели почти 10 тысяч человек. Предложенная сумма достигла 3 миллионов 700 тысяч долларов. Однако большинство барышень все же получают куда более скромные предложения. В детстве некоторые красивые девушки продают от 5 тысяч долларов, да, вот, я думаю, что средняя цена это 69 сотен баксов американских, то есть 6 тысяч 900 долларов, примерно около 7 тысяч долларов. Вот, это девушка модельной внешности. А иногда девушка модельной внешности может просто-напросто оказаться в нужное время и в нужном месте. Как студентка экономического института, будущий менеджер Дарина однажды ночью в баре познакомилась с молодыми футболистами клуба Томи. Теперь страница девушки в социальной сети напоминает каталог модных брендов. В трех гардеробных найдутся и восхитительные штаны и, конечно, лабутены. Классика это лабутены питоновые. У меня их три пары. Черный питон, вот такой вот оранжевая рептилия. Очень их люблю, вообще просто шикарные. И беленькие тоже из рептилии. Они у меня стоят правда в целлофане, потому что они очень маркие. Я их после каждой носки отношу всегда к химчисткам. И только изредка где-нибудь сбоку на фотографиях можно заметить скромного симпатичного мужа-красавицы Виталия Дьякова. Теперь игрока турецкого Севаспора. Вот я хотела, например, шубу себе из Соболя. Вот мне взял муж и подарил просто так. Красивую длинную шубу из Соболя. Или, например, машину. Вот только-только, грубо говоря, появилась информация о том, что выходит новая линейка в ССЕ и, грубо говоря, вот она только-только появилась, и мы ее поехали, заказали, и она у меня появилась одна из первых вообще в городе. Сколько же Дарина, жена футбольного защитника, тратит в месяц? Об этом она говорить отказалась. То ли скромничает, то ли просто денег не считает. От 5 до 10 миллионов рублей в месяц стоить, может, качественная жизнь жены-олигарха, включая тренировки себя, образование, питание, диета, качественные продукты, конечно же, всевозможные программы красоты, шейпинги, конечно же, шопинг. 5-10 миллионов рублей – вполне адекватная цифра для такого ритма жизни. На блок австралийской комедийной актрисы Селестра Барбер народу подписано больше, чем на гламурных див. Все потому, что 34-летняя женщина с неидеальной фигурой очень смешно пародирует безупречных с виду звезд и тусовщиц. Ее любимые персонажи Ким Кардашьян, Коко Остин, Джоннифер Лопес и Бритни Спирс. Под следующим видео так и написано «Бритни, мне нравится твоя правдивость». В кавычках. Селестра не скрывает, звездные фото смешили ее всегда. Вот они с сестрой и начали снимать и выкладывать пародии на знаменитостей просто ради забавы. Но прошло несколько месяцев и дамы вдруг стали популярными в сети. Оказалось, в мире немало других желающих посмеяться над гламуром. Именно поэтому они заняли почетную четвертую строчку засекреченных списков. Далее в программе «Лучший козел Анастасии Волочковой». этот подарок балерина запомнит на всю жизнь. Как выкинуть сто миллионов на помойку и не сойти с ума. Это безалаберность, несомненность самого человека. Дорогой свадебный креатив, из-за которого можно оказаться в психушке. Ценники с восьмью нулями. О них принято молчать. Теодема и серьги. Серьги стоят, по-моему, порядка 20 миллионов. Почему британские монархи выглядят нищими рядом с российскими олигархами? Сегодня в засекреченных списках все тайны самых богатых людей мира. Впереди топ-3 невероятных истории о тех, кого деньги свели с ума. Пронырливые журналисты подсчитали. Бракосочетание британского принца Гарри и его возлюбленная Меган Маркл обошлось королевскому двору примерно в 45 миллионов долларов. Самым смешным пунктом в списке затрат стала оплата туалетов для гостей. Как отметили журналисты, роскошные гости требуют роскошных уборных. За комфорт пришлось заплатить почти 50 тысяч долларов. При этом 1200 простых смертных, которых пригласили на свадьбу в качестве зрителей, попросили принести с собой еду. Мол, церемония долгая, 4 с лишним часа, вы проголодаетесь. Что это? Эксперты считают типичная английская экономия. Как ни странно, в Великобритании к свадьбе королевской семьи они не проходят так помпезно, как, например, проходят цыганские свадьбы или свадьбы каких-нибудь индийских или дубайских шейхов, королей. Самые дорогие торжества занимают третье место засекреченных списков. Свадьбы британских принцев просто дешевые посиделки по сравнению с бракосочетаниями детей российских бизнесменов. Так утверждают эксперты засекреченных списков. Например, предприниматель Михаил Гуцериев миллиарда долларов не пожалел, когда женил сына Саида. Гонорары Дженнифер Лопес это порядка полутора миллионов долларов, стинг также. Пугачеву стоит гораздо меньше, всего лишь 300 тысяч. И также совсем недорого по данным меркам получается обошлось выступление Энрики Глесиоса это всего лишь 500 тысяч. Расходы на свадьбу наследника ингушского предпринимателя в три раза превысили бюджет Ингушетии на социальные нужды. А еще блогеры подсчитали, что на тот миллиард можно было бы построить, к примеру, 110 новых станций скорой помощи на 30 машин каждая, установить там самое современное оборудование, закупить необходимые лекарства на 5 лет вперед и обеспечить врачей зарплатой на тот же срок. Ни один обычный человек никогда не поймет миллионера, никогда ни один миллионер не поймет миллиардера, пока не очутится в его шкуре, ни один просто обычный зритель не почувствует и не поймет, как живет звезда, перед которой 20-тысячная толпа разрывает рубашки на голом теле и бросает лепчики на сцену. Я жила несколько лет с миллиардером, я понимаю чуть-чуть больше, чем другие, каковы будни и праздники этих людей. Свадьба звезд сериала «Игра престолов» Кита Харрингтона и Роуз Лесли может и не войдет в десятку самых дорогих, но место в топе самых необычных займет наверняка. Достаточно посмотреть, как Кит подшутил над будущей супругой 1 апреля. Вот британская актриса утром открывает холодильник, чтобы позавтракать, а там отрубленная голова суженого. Не менее креативная и богатая пара сооснователь одной из самых популярных социальных сетей Шон Паркер и певица Александра Ленос. Они потратили 10 миллионов долларов на торжество в стиле «Властелина колец». Все как в сказке. Три сотни гостей в образах героев книги Толкиена. Изготовлением костюмов занималась оскароносная художница Найла Диксон. Но это еще что, рассказывает шоумен Лаки Ли. Настоящий взрыв мозга это богатые китайцы. Это 800 человек. Это 4 этажа ресторан. Подходишь к ресторану, а там целый баннер висит на всю стену на 12 метров. Номера и иероглиф. Я думаю, что это? А это схема расстатки гостей. Представляете, 800 человек. Приглашали 1200 недоехал. Понимаете? Вот. Так вот, и в этих отдельных випромах есть прекрасные золотые унитазы, шикарные, высокие, садишься, как трон. Чтобы все завидовали, такой хэштег запустили в социальные сети, приглашенные на свадьбу Алины Моносовой и Павла Калтурина. Отец невесты, вице-президент финансовой корпорации. Отец жениха торгует торговыми аппаратами и профессиональными кофемашинами. Они скинулись на торжество в космическом стиле. Ведущие Солнце и Луна. Банкетный зал, сказочный лес, напоминающий заповедные кущи из фильма «Аватар». Идея рождения новой семьи, как вселенной, обошлась по самым скромным подсчетам в 65 миллионов рублей. Хватанул от мамы, от папы, потихоньку, молодежь, друг перед другом. Пошли в ресторан, пошли еще куда-то. Начинаем, так сказать, угощать щедро, чаевые бросать, давать, это плохо. Значит, тогда, когда деньги заработаны честно, хребтом, их очень экономно тратят люди. А вот традиционная цыганская свадьба. Молодоженам подарили несколько килограммов золота в виде часов, украшений и предметов интерьера. Цена этого платья 175 тысяч долларов. Гости украшают невесту гирляндами из купюр в 500 евро. А потом танец, во время которого приглашенные кидают в подол невесты золото, деньги и драгоценности. Почему детский утренник за 3 миллиона это очень скромно? И зачем покойникам гроб со стереосистемой? Не переключайтесь! Далее в программе Подарки на миллион Какие дети не знают слова нет? 11-летняя девочка хвасталась, что ее папа подарил ей на день рождения там сережки от очень известного ювелирного бренда и заплатил 100 тысяч евро за проведение праздника. Похороны с огоньком В гробу нет карманов, но сам гроб может быть золотым. Наш гроб, который там от полутора миллионов до восьми миллионов можно выкопать, он подороже стоит, чем иногда какие-то там драгоценные стены. Круговорот денег в природе. Почему ведущий самой известной лотереи в России не верит в удачу? Карл Маркс сказал, что капитал уходит всегда дураков к умным. Королевское колье, слоны и торты в человеческий рост. В сеть просочились кадры с закрытых вечеринок российских звезд. Самые шокирующие покупки миллионеров. Дальше все еще интереснее. Свой 51-й день рождения певец Филипп Киркоров отметил более чем скромно. По меркам шоу-бизнеса, разумеется. По оценкам экспертов, все торжество стоило не больше 10 миллионов рублей. Телеведущая Ольга Бузова, конечно, не могла не похвастаться тем, что в день ее рождения вилла в Таиланде была завалена цветами. Вся квартира в букетах, вся вилла. Но на этом сюрпризы не закончились. Неизвестный поклонник подарил звезде слоненка. Малыша привели в качестве живого поздравления. Слон обнял именинницу хоботом и окатил ее водой. Ой, как приятно! Тимур Батрудинов подарил ей прекрасное бриллиантовое колье. Порядка 100 тысяч что-то такое долларов, но все умалчивают точную цену. Известно только, что ее вилла стоила 100 тысяч долларов в сутки всего. Она провела там 6 дней, что уже говорит о том, что это весьма немало. Но самые шикарные и дорогие праздники бывают у звездных детей. На день рождения дочери Алисы рэпер Тимоти арендовал ни много ни мало Пушкинский музей. Анжелина Летиция, дочь модели Виктории Бонни, отпраздновала свой шестой день рождения в Монако. Малышка захотела торжество в леопардовом стиле. Поэтому кошки были повсюду. На тортах и в убранстве виллы. В гробу, как известно, нет карманов. Но многие родственники и друзья миллионеров считают иначе. Недавно на острове Тринидад застрелили 33-летнего миллионера и мецената Шерона Сухеда. Похороны решили устроить с таким же размахом, с каким жил погибший. Близкие украсили тело ювелирными украшениями стоимостью в 100 с лишним тысяч долларов. Уложили его в золотой гроб и облили коллекционным шампанским. Директор ритуального вип-агентства Искандер Кадыров рассказывает, у подобных могил класса люкс часто даже охрану выставляют от вандалов и воров. Эксцентричный бразильский миллионер Чикуньо Скарпа к загробной жизни решил готовиться заранее, по примеру египетских фараонов. Во дворе собственного особняка он закопал новенькую машину стоимостью под полмиллиона долларов, чтобы с комфортом добраться на тот свет, объяснил он на своей страничке в соцсети. В Китае пошли еще дальше. Тело мужчины поместили в машину и при помощи эвакуатора опустили авто в могилу. Как сообщается, это стало последней волей покойного. Он завещал похоронить его в любимом автомобиле, а не в гробу. А вот сын политика из Тайваня пригласил на похороны отца 50 стриптизерш. На этих кадрах видно, как девушки танцуют на крышах внедорожников в похоронной процессии. Остальные родственники не возражали. Покойный так любил вечеринки, заявили они, что в последний путь его надо проводить весело, с огоньком, помирать так с музыкой. Видимо, так теперь рассуждают многие европейские бизнесмены, которые заказывают себе и друзьям гробы со встроенной стереосистемой. Плейлист при этом можно обновлять в режиме онлайн в течение двух лет, чтобы усопшему не скучно было. Еще один дезагогический способ кремирования это замешивание праха в профессиональные художественные краски, и родственники покойного могут создать какой-то шедевр, картину. То есть способов сейчас как остаться на этой земле, сказать, после жизни достаточно много, и они все не очень интересны. Другой интересный тренд российских кладбищ – надписи на надгробиях. Не скорбные, а креативные. Например, «Жора, неплохой муж и отец». Встречается и молодежный сленг. «Громко смеюсь, ты откинулся». А вот и многозначительные. Ну, ничего, ничего. Рынок ритуальных услуг сегодня предлагает массу способов превратить трагедию в торжество. Прах усопшего можно с помпы отправить в специальные капсули в космос. Или захоронить в Марианской впадине. А можно сделать из покойника сервиз или кулон. Конечно, стоят такие услуги немало. Цена минимум шестью нолями. Те люди богаты, если вы честно зарабатываете, живите спокойно, занимайтесь, как Савва Тимофеевич Морозов меценатцем, помогайте слабым. Он у нас день и ночь по телевидению, ну и важно на канал. Операция нужна, лечение нужно, дорогостоящие. и так далее, и так далее. Помогай и жалей людям. Но меценатство это ведь не для себя любимого, а для других. Многие или нынешние богачи готовы на это. Вот самые дорогие торжества и оказались на третьей строчке засекреченных списков. Далее в программе. Как заработать миллион и тут же его потерять. Майк Тайсон, который в свое время заработал очень много денег, но тоже очень любил роскошь, хитчевыми покупками, да, он сам себя и разорил. Король пляжа живет в собственном замке и не платит за ЖКХ. Как пишут в некоторых книгах, счастье это духовное состояние. Зачем Билл Гейтс инвестирует в фекалии? Неужели это теперь золотая жила? Никто не знает, как использовать экскременты. мы попросили своих инженеров найти решение этой проблемы. Но прямо сейчас как золотого мальчика отдубасили молотком? Лидеры среди тех, кого деньги свели с ума. Пользователи сети, в который раз возмущаются дерзостью золотой молодежи. Это город Волжский. На крыше дорогого авто внут владельца местного завода. А это уже Москва. Здесь мажоры заехали в парк. Решили поязвиться там, где движение транспорта запрещено. Да еще и подписали ролик издевательский. Выехали с братьями в парк на утреннюю пробежку. На этих кадрах видно, как молодые люди безнаказанно катятся по тротуару мимо детских площадок. А это британский блогер, миллионер Алим Игбал. Он называет себя лордом Алимом и любит устраивать прямые трансляции из дорогих автомобилей своего отца. На днях его остановили за превышение скорости. При задержании парень, сидевший за рулем машины ценой в 550 тысяч евро был с полисменами не слишком почтителен. Поверь, братан, мои туфли стоят больше, чем вся твоя зарплата. В конце концов, наглеца настигла народная месть. Он врезался в припаркованные на улице машины простых смертных, а их владельцы избили золотого мальчика молотком. Стритрейсерша Мара Багдасарян. Дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна, колбасного короля. Ее лишили прав за многократные нарушения правил дорожного движения. Более десятка выездов на встречную полосу. Хочется набережную проехать по тротуару. Более 50 протоколов за многократное превышение скорости. И, наконец, пожизненное лишение прав. Впрочем, Мара и без них прекрасно чувствует себя за рулем. Здравствуйте, старший инспектор 5-го спецбатальона, капитан полиции, лужник. Я не считаю, что это моя же часть. Я в зал ежик занимаюсь. Разрешите вашего водительства с удостоверения? Я вновь решила. Собираясь в путь, девица обкладывается купюрами по 500 евро. И она, похоже, уверена, ее нельзя не узнать. Самый богатый человек планеты Джеффри Безос, основатель известного онлайн-гипермаркета. Его состояние около 112 миллиардов долларов. Это два с половиной оборонных бюджета России. Недавно бизнесмен заявил, ему проще заработать деньги, чем придумать, как их потратить. Но он скорее исключение. На втором месте засекреченных списков самые сумасшедшие покупки и самые дорогие хобби богачей. Голливудского актера Николаса Кейджа пожалуй можно назвать мировым рекордсменом по разбазариванию того, что нажито непосильным трудом. На что ушли 150 миллионов из его состояния? Особняк мадам дельфины Ла Лори, одной из самых кровожадных убийц 19 века, 3,5 миллиона долларов. коллекция засушенных голов пигмеев 30 тысяч долларов за штуку. Собрание редких комиксов полтора миллиона. Две королевские кобры альбиносы, осьминог, акула и крокодил полмиллиона долларов. Челюсть динозавра за 270 тысяч. И это только малая часть необычных и дорогих покупок. В итоге Николас практически банкрот. И коллекция подобных странных экспонатов заполнила весь его дом. Когда ему пришлось расплачиваться по счетам, то есть счета копились, 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 ему пришлось продать свой автопарк, ему пришлось заложить свои дома. Собственно говоря, вот эти коллекции, которые он скупал, эти комиксы, челюсти, еще что-то, еще, они не представляли уже с собой никакой цены, и, соответственно, за такую сумму купил их только он. А боксеру Майку Тайсону пришлось отдать в зоопарк вот этого белого бенгальского красавца, купленного за 200 тысяч долларов. Коллекция редких кошек, редких голубей и неуемная страсть к дизайнерскому интерьеру разорили экс-чемпиона мира. Так же, как и Майк Тайсон, который в свое время заработал очень много денег, но тоже очень любил роскошь, и я знаю, что он покупал какую-то безумную сауну себе заказывал, джакузи за 2 миллиона долларов. Вы себе представляете ванну за 2 миллиона долларов? Что там должно быть? Но железный Майк не унывает. Он купил в Калифорнии 16 гектаров земли и собирается выращивать там марихуану. В этом штате ее можно употреблять легально. Американский актер Том Хэнкс потратил больше миллиона долларов на театр раритетов. Сейчас в его коллекции больше 300 экземпляров. Самые любимые экспонаты Том даже берет с собой в путешествия. Всем привет, я Том Хэнкс. Добро пожаловать в мой грандиозный театр печатных машинок. А вот 43-й президент США Джордж Буш-младший на своем хобби напротив удачно зарабатывает. Покинув пост лидера страны, он открыл в себе художественный талант. В его галерее уже более 500 работ. Искусствоведы в один голос говорят, картины экс-президента не имеют никакой художественной ценности. Однако полотна регулярно уходят с молотка по 2 миллиона долларов за штуку. Один из самых богатых людей планеты, Билл Гейтс, вообще собирается делать деньги из фекалий. Никто не знает, как с пользой использовать экскременты. Мы попросили своих инженеров найти решение этой проблемы. И кажется, они придумали, как сделать этот продукт окупаемым. Американский предприниматель и сам эту воду пьет, и другим советует. У Марцио Матолиаса из Рио-де-Жанейро замашки королевские, хотя родом он из бразильских трущоб. Мужчина с детства любил строить песочные замки. И вот уже 22 года живет в собственном песчаном дворце. В одном из залов бразилец открыл книжный магазин. И там зарабатывает на еду и одежду. Я не могу позволить себе дорогую квартиру на побережье, поэтому предпочитаю жить здесь. Я не оплачиваю свои счета, и мне здесь удобно. Я счастлив. Как говорят многие, и как пишут в некоторых книгах, счастье – это духовное состояние. Совсем скоро мы расскажем о тех, у кого на банковском счету налей много, а на духовном один – круглый. Не переключайтесь. Далее в засекреченных списках. Лучший козел Анастасии Волочковой. Самый дорогой подарок, о котором невозможно забыть. Зачем арабские принцы кладут головы в пасть хищникам? Сивуха дорого. Как китайский миллионер перепутал вино с самогоном? То есть эти очень богатые люди, они не считают деньги. И прямо сейчас веган поневоле. Зачем богачи мучают животных? Сети скандал. Из-за маленького лисенка по кличке Джуманджи, которому пришлось разделить гламурную жизнь хозяйки, блогера из Барселоны Сони Сае. Несчастному зверьку не оставили выбора. Уже 4 года он питается вегетарианским кошачьим кормом, теряя зрение и шерсть. В итоге страничку Сони атаковали зоозащитники. Да так активно, что ее пришлось закрыть. Может хоть теперь девушка накормит Джуманджи нормальной лисьей едой? Ведь идея заработать на блоге о первом лисе вегане с треском провалилась. А вот в Саудовской Аравии владельцы верблюдов кололи своим красавцам ботокс. Все ради победы на конкурсе верблюжьей красоты. Их разоблачили и выписали штраф по 30 тысяч долларов, чтоб не издевались над животными и не обманывали покупателей. Ведь такая блондинка может стоить больше миллиона долларов. Еще одна страсть арабских шейхов соколиная охота. У пернатых в странах Ближнего Востока есть личный мастер по маникюру, стоматолог и офтальмолог. Их даже в самолетах возят в салоне на пассажирском сидении. Вот один из саудовских принцев купил билеты всем своим 80-ти крылатым охотникам. Правда в соцсетях его назвали нищебродом, ведь нормальный член королевской семьи фрахтует для своих питомцев не отдельное кресло, а целый самолет. Кстати, некоторые обычные граждане стараются не отставать от звезд и богачей. Вот такого необычного соседа можно наблюдать в одном из спальных районов Москвы. Рейс спокойно прогуливается по балкону многоэтажки. Я встречалась с женщиной учительницей, которая взяла кредит для того, чтобы купить себе гиббона. То есть она взяла кредит полмиллиона рублей и купила гиббона, который у нее живет в квартире и она создала ему нормальные условия относиться к нему как к члену своей семьи. На улицах Екатеринбурга и вовсе можно встретить человека с огромным питоном на шее. Зовод Игорь. Не парня, змею. А куда ты его несешь? А вот погулячить не пойдем. Это твой питон, ты живешь прям с ним, да, домашний. Этих четырехмесячных малышей обнаружили сотрудники Управления внутренних дел по Южному административному округу города Москвы на складе в Бирюлево. Как зовут? Кира. Кира, Кира. Кира хочет кушать? Львят привезли в Россию контрабандой. И ведь кто-то этих хищников собирался купить. Надо сказать, у меня есть маленький крокодильчик в виде Йорка достаточно хлопотное мероприятие ухаживать за маленькой собачкой, особенно если она тебя любит, и ты чувствуешь свою ответственность за того, кого приручил. Поэтому я не представляю себе, как справляются люди со львами, игуанами, крокодилами и прочими экзотическими животными. Скорее всего, это лишь возможность похвастаться, пофотографироваться и отдать в какой-нибудь ближайший зоопор. Именно это и произошло со знаменитой американской моделью Пэрис Хилтон. Она завела не карликовую собачку, а кинкажу, хищное животное семейства енотовых. Подарила ему ошейник с бриллиантами, но однажды зверек ее покусал и немедленно отправился в питомник. Нашей Анастасии Волочковой продюсер Барри Алибасов преподнес на день рождения белоснежного козленка. Звезда назвала его Бариком и призналась, что он был лучшим козлом, с которым она когда-либо жила. Актер Леонардо Ди Каприо решил не мелочиться и завел черепаху весом больше 17 килограммов. Необходимость строить для нее специальный бассейн Лео не смутила. А у Арнольда Шварценеггера дома целый зоопарк. Помимо кошек и собак в его загородном доме живет пони. с которым актер часто делится своим завтраком. Не зря говорят, домашние любимцы часто похожи на своих хозяев. Именно поэтому агрессивный Майк Тайсон завел тигров, медлительный Ди Каприо черепаху, дружелюбный Арни пони, а Волочкова козла. Самые дорогие увлечения и хобби звезд были на второй строчке засекреченных списков. Далее в программе Круговорот миллиардов в природе. Почему ведущий самой известной лотереи в России не верит в удачу? Карл Маркс сказал, что капитал уходит всегда дураков к умным. Главное заповедь миллиардера. Ешь икру у себя на кухне. Ты хочешь есть икру ложками, ешь, но не надо из этого делать селфи в Инстаграме. А прямо сейчас почему Памела Андерсон обанкротилась, а Дональд Трамп потерял одну шестую часть состояния. Оставайтесь с нами. Подруга 57-летнего олигарха Валентина Иванова потеряла кольцо за 47 миллионов рублей и сумочку за полмиллиона. Девушка просто заснула в подъезде после вечеринки. Нью-Йоркский фэшн-блогер Тейлор Голдблот вываливает в сеть все подробности своей шикарной жизни. Вот цветочная композиция из 100-долларовых купюр. Эксклюзивная одежда. Шампанское по 500 долларов за бутылку, которое он пьет по утрам. В итоге грабители вычислили его апартаменты по подробным фотографиям и унесли буквально все, включая запас эксклюзивного алкоголя. К чему приводит желание кричать о своем богатстве? Как стать миллионером и тут же превратиться в нищего? Сегодня дорого-богато, а завтра в долговой яме. Самые невероятные и дорогие потери лидеры засекреченных списков. С тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, прошло полтора года. За это время он обеднел на 600 миллионов долларов. Теперь состояние лидера Америки оценивается в каких-то 3 миллиарда. Во всемирном рейтинге самых богатых людей мира он опустился почти на 100 пунктов. Саудовский бизнесмен Аднан Кашоги за короткий срок просто на торговле оружием заработал 4 миллиарда долларов. Но вот такие деньги, такие цифры, они немножко отрывают от реальности и человек перестает их считать. И в день он, представьте себе, покупая ничего, только на то, чтобы прожить день, он тратил 250 тысяч долларов. То есть в день он тратил 15 миллионов рублей. Просто так. И его 4 миллиарда долларов ушли буквально за несколько лет. Аднан Кашоги владел 12 вилами ранчо и дворцами в разных странах мира. А также множеством апартаментов в Европе. Не пожалел 9 миллионов долларов на то, чтобы переоборудовать личный реактивный самолет. Один только сервиз, из которого он ел на борту, стоил 750 тысяч. Последнее, что он сделал уже на пике своего можно так сказать обжорства, он отправлял свой личный самолет во Францию каждый вечер для того, чтобы ему привезли из Франции мишленовское блюдо. Но эксперты полагают, разорили миллиардера все-таки не инвестиции в недвижимость и не любовь к роскоши, а женщины. Своей второй жене бизнесмен подарил на день рождения колье стоимостью в 2 миллиона долларов, а первый заплатил при разводе 874 миллиона отступных. И это не считает тратные интрижки с топ-моделями. 33-летний британец Джеймс Хауэллс предлагает властям своей страны 1 миллион долларов. Взамен просит позволить ему устроить поисковую операцию на свалке в графстве Уэльс. Дело в том, что 4 года назад он случайно выбросил туда свой неисправный компьютер, а в нем хранилось 7500 биткоинов. Сегодня их цена достигла 100 миллионов долларов. официальные органы пока не разрешают айтишнику копаться в мусоре. Говорят, что это может навредить экологии. Это безалаберность, несобранность самого человека. Именно поэтому, кстати, он, я думаю, никогда миллиардером и не станет целеустремленности и уничтожения какого нет. Забыть флешку, забыть ноутбук, но как бы эти люди редко что забывают. Парадоксально, но факт. Ни один счастливчик, выигравший миллионы в лотерею, Почти 70% везунчиков довольно быстро оказываются на грани банкротства. Виной всему бездумные траты и неумение обращаться с большими деньгами. Есть одна очень хорошая поговорка у экономистов, если ты хочешь разбогатеть, работай для бедных. Вот лотерея это какая-то работа, какой-то бизнес для бедных людей. Там есть вполне себе четко рассчитанная бизнес-модель. Лотерея всегда заработает, неважно какой там был в конечном итоге приз, сама лотерея всегда будет в плюсе. А вот победитель в минусе. Самая известная в мире лотерея пауэрбол. Джекпот там достигал полутора миллиардов долларов. И вот недавно выяснилось, те, кто срывает этот куш, редко умирают своей смертью. Вот лишь некоторые факты. Клерк из Чикаго Урушхан выиграл миллион. И уже на следующий день был найден мертвым. Вскрытие показало, что причиной смерти оказалось отравление цианидом. Жителю Иллинойса Джеффри Дампьеру достались 20 миллионов долларов. Он был убит. Билли Боб Харрл младший пустил себе пулю в лоб через два года после выигрыша 31 миллиона долларов. Проклятием американской лотереи оказалась алчность родственников победителей. Почти все новоявленные миллионеры погибли от рук своих близких. Может быть, именно поэтому неожиданно разбогатевшие россияне ведут себя сдержанно. Михаил Борисов ведущий одной из старейших лотерей нашей страны. Он рассказывает, что многие везунчики часто просят о полной анонимности. А главное, чтобы ничего не узнали родственники и знакомые. Стоит в России что-нибудь кому-нибудь выиграть, как первое, что он просит. Не называйте мою фамилию, не рассказывайте обо мне, забудьте про меня, не говорите никому, не показывайте мое лицо. И во всем мире истории о легких деньгах всегда заканчиваются одинаково. Кем ты был, тем и останешься. А есть ли жизнь после финансового краха? 25 лет назад ни с чем остался австралийский миллионер Дэвид Глэшин. Разорившийся биржевой воротила решил стать Робинзоном. Он владел небольшим островом в Тихом океане. Там и живет по сей день. Уже четверть века. Только вот супруга Дэвида не захотела стать ему верным пятницей. Недавно 73-летний отшельник дал интервью таблоиду Сан и признался, он созрел для новых отношений. Ищет подходящую спутницу жизни. Ведь на острове есть все, что нужно для счастливого супружества. Собственный огород, добротная хижина, даже электричество от солнечных батарей. И рыбу бывший финансист научился ловить отлично. За 25-то лет одиночества. Знаменитый танцующий миллионер Джан-Лука Ваки тоже очутился в долговой яме. И, похоже, тоже не унывает. Судя по его страничке в соцсети, он завел новую, совсем юную подругу. Пробует себя в роли диджея и снимается в рекламе. А недавно у Джан-Луки появился конкурент из Хабаровска. 72-летний Борис Дунаевский стал звездой сети благодаря любви к одежде люксовых марок. Мужчина публикует фото, на которых позирует в гламурных нарядах и стильных очках с экстравагантными головными уборами. Откуда у пенсионера вещи от ведущих домов моды, остается только гадать. Пожалуй, самое абсурдное капиталовложение в истории человечества сделал нью-йоркский пенсионер Роберт Фитцпатрик. Он был убежден, что 21 мая 2011 года незадолго до полуночи наступит конец света и решил потратить все свои сбережения на то, чтобы предупредить людей о грядущей катастрофе. И заплатил 140 тысяч долларов, 9 миллионов рублей за тысячу плакатов, предупреждающих об апокалипсисе, которые расклеил по всему Нью-Йорку. С одной стороны, это можно считать самой большой потерей. Пенсионер ведь остался без копейки. Но с другой, человечество ведь все-таки выжило, а значит, цель достигнута. Деньги не делают человека лучше или хуже. Они помогают проявить его суть. Поэтому в мире и появляется невероятно дорогое и бесполезное оружие по цене бюджета целой страны. Шикарные машины, яхты и самолеты, украшенные золотом и бриллиантами. Идеальные тела, их тюнинг на миллион, безумные привычки и взрывающий мозг хобби. Деньги могут поощрять или наказывать, нести счастье или беду, могут оказаться надежными друзьями или коварными врагами. Какими они будут, зависит только от вас.